Всем привет! Меня зовут Юлия Лебедева и мы продолжаем наши уроки по перспективе. И мы приходим к следующему блоку, это перспектива в две точки. Перспектива в две точки используется тогда, когда мы хотим изобразить интерьер, к примеру, но будем смотреть на него не прямо, а под углом, как изображено на этой картинке. И изображать мы сегодня будем с вами ванную комнату с душевой кабиной. Для того, чтобы начать рисовать перспективу, нужно понять, где у нас будут точки схода, откуда будут идти все ортогональные линии. Первую точку схода мы возьмем на самом верху и обозначим ее буквой А. Вторую точку схода мы обозначим на этой же линии, и назовем ее точкой Б. Это будет центровая линия, от которой все исходит. Обозначим ее. Так, теперь нам нужно нарисовать заднюю стенку. Заднюю стенку определимся с размерами. Вы, когда будете рисовать, можете взять какой-то определенный масштаб. Я беру уже заранее подготовленный масштаб. Так. Мы нарисовали заднюю стенку, как будто бы мы смотрим на нее прямо. Но это ведь не так. Мы-то смотрим на нее под углом. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно взять точку А, чтобы верхнюю линию отчертить, да? И провести от нее ортогональные линии. Нет. Возьмем сначала точку Б и проведем от нее ортогональные линии, чтобы создалось ощущение, что мы смотрим немножко сверху на нашу картину. Если мы хотим смотреть немножко снизу, значит, нужно чертить от точки А. Далее. На той линии берем горизонтальную линию, которая являлась верхом границы стены и потолка. И продолжаем их до пересечения с ортогональными линиями. Мы получили заднюю стенку, таким образом. Хочу обратить ваше внимание, что далее все размеры предметов ванной комнаты вы будете измерять по вот этим линиям. То есть, если у вас, допустим, душевая в пропорции 2 третьих, то вы выбираете вот по этой линии 2 третьих, да, переносите ее сюда и продолжаете на ней рисовать. Поэтому задние линии можно не удалять. Можно слегка сделать их еле заметными. Я использую для этого клячу обычно. Далее. Нам нужно нарисовать в нашей проекции пол. Мы также определили, можем определить в пропорциях, где у нас этот пол закончится, какого он будет размера в нашу комнату, и провести линию. Кстати, в этой перспективе, в две точки, у нас все горизонтальные горизонтальные и параллельны друг к другу. Только один набор линий параллельны друг к другу. И далее мы из точки А через точки основания нашей стены проводим ортогональный набор линий до пересечения с нашей горизонталью. То есть до пересечения с вертикальной стеной, которая находится напротив этой, где мы и стоим. Можем сделать ее более жирненькими такими. А масштаб мы будем отмерять, если нам это потребуется, также по этим вертикальным линиям. Тогда будет наиболее точный масштаб. Дальше. Сейчас нам нужно нарисовать боковые стены. Как мы это сделаем? Опять же берем верхнюю точку А, от нее проводим ортогональные линии. Провели здесь ортогональные линии. И нам нужно у границы стен обозначить. Берем точку В и через точки соприкосновения пола и стены также проводим ортогональные линии, которые и закроют наши стены. Пожалуйста. А сейчас у нас с вами готова развертка нашей ванной комнаты. То есть это плоскость пола. Это стена справа, задняя стена дальняя, стена слева. А сейчас создается ощущение, будто бы мы смотрим на нее сверху. Если, напоминаю, вы хотите сделать развертку, будто бы мы смотрим снизу, на потолок, тогда вам нужно границы этих стен рисовать от точки А. То есть от точки А проводить границы стен. Ну, это у нас будет с словами в следующем уроке. А здесь можно закрепить, закрепить этот урок, продолжив рисовать, например, душевую кабину. Да. Душевую кабину я отмеряю. У меня примерно вот такого размера. Берем точку В и от точки В рисуем ортогональную линию. По высоте, по высоте она должна быть вот такая. То есть она не до потолка. Я отмеряю на этой линии высоту и провожу горизонталь, которая должна быть четко горизонтальна. Пожалуйста. Задняя стенка душевой кабины у нас готова. Что же с этой стенкой? Мы берем точку А и из точки А через соприкосновение задней стенки душевой кабины и нашей стены проводим линию. Ортогональный набор. Пожалуйста. По длине она у нас будет такая. Далее мы берем точку В и из точки В проводим ортогональную линию. Пожалуйста. А проекция душевой кабины на двух стенах у нас готова. После чего нам нужно продолжить проекцию вот здесь. Как мы будем продолжать? Здесь мы от точки рисуем горизонтальную линию и соединяем. пожалуйста. вот у нас таким образом чуть криво соединим таким образом у нас получился макет для душевой кабины если душевая кабина обладает закругленной стенкой мы ее обижать не будем и тоже закруглим тогда линии у нас будут плоскости проходить здесь здесь можно сделать разные штучки которые будут говорить о том что вот она наша кабина дверку кабины сделать такую там двойную металлическую рамку ну это у нас не самое важно после того как мы делать душевую кабину мы можем убрать все линии далее сделаем навесной шкафчик шкафчик будет навесной и он будет не сразу от линии полу находиться то есть мы отмеряем на какой высоте от линии полу нас она должна быть далее рисуем новая ортогональная линия от точки а мы не доводим до конца так как у нас шкафчик будет не до конца стены это задняя линия определяем ширину нашего шкафчика и рисуем теперь переднюю линию обратите внимание передняя линия должна заходить за границы нашей душевой кабины почему потому что она ее перекрывает можно также стереть далее чтобы нарисовать нам задние передние стенки нашего шкафчика от точки бы проводим ортогональные линии теперь ограничиваем наш шкафчик по высоте с помощью ортогональных линий из точки а желт там чуть-чуть произошел у меня тут тоже и вуаля наш шкафчик готов можем убрать все вспомогательные линии оставить только видимое обвести их пожирнее также напоминаю про наше правило то что все линии которые ближе к нам они ярче насыщеннее все линии которые дальше они бледнее теперь этот шкафчик мы можем сделать состоящим из нескольких секций до так называемый комодик для ванны для этого точку ортогональными источки а мы образовываем так называемые границы шкафчиков пожалуйста готова наша душевая кабина шкафчик теперь мы можем изобразить коврик потому что когда мы выходим из душа нам холодно хочется встать на тепленькое для этого мы обозначаем верхние границы через точку а проводим ортогональные линии ограничиваем по длине коврик пожалуйста теперь выходите за душевой будет гораздо теплее и таким образом мы обустраиваем нашу ванну комнату а ничего сложного в перспективе в две точки нет в интерьерной перспективе главное это взять набор ортогональных линий и четко следовать им если у вас останутся какие-либо вопросы вы можете мне их задать все контакты я оставлю под видео далее вашим домашним заданием будет дорисовать эту комнату и прислать мне спасибо за внимание что вас на следующем уроке